Полным ходом идут рабочие поездки главы республики по районам Чувашии. На этот раз Михаил Игнатьев отправился в Вурнарский район. Подробности в нашем сюжете. Приехав в райцентр, глава Чувашии попал на ярмарку выходного дня, которая неизменно проводится в конце недели. Многолетняя традиция пришлась жителям по душе. Всегда есть возможность запастись продукцией, не отходя далеко от дома и по низким ценам. Вот только, как выяснилось, на полках нет ни Чувашской воды, в малых тарах, ни родного вурнарского хлеба. Шумилийский хлеб завод. Оттуда привозят, да? Да, каждый день. Нет, не свежие. Вот там более с утра, 4 часа выезжают. У дневной давности. Сегодняшнюю дату производства. Ну они поставят. Вот вы им тоже так же скажите, что это такое? Нет, вы же покупаете у них. Вы каждый день. А вы не принимаете у них? А продажа арбузов и дынь оказалась нарушением закона о защите прав потребителей, поскольку на эту продукцию не было документов. Следите за всеми этими вещами, Герактан. Вы же знаете всю технологию, как все должно быть. И здесь работаете, все точки зрения должны наводить элементарно в простой порядке. Кроме того, Михаил Игнатьев проверил ход ремонтных работ в Урнарской центральной республиканской больнице. Узнал, как готовятся к 1 сентября учителя, дети и их родители в средней общеобразовательной школе номер один имени Никифорова. И побывал на открытии тренировочного катка. На этот объект мы выделили 135 миллионов рублей с одной единственной целью, чтобы дети закаливали себя, вырабатывали свой характер. Наши ветераны от состояния своего здоровья тоже могли сюда приходить, играть и в хоккей, и кататься на льду. В завершении рабочей поездки глава Чувашии провел совещание по вопросам социально-экономического развития в Урнарского района. Подробнее об этом в следующем выпуске программы «Республика». Юлия Важенина, Светлана Зайцева, Сергей Рябчиков, «Республика».